Олег Конов подал в отставку, Спартак ее принял. На ваш взгляд все к этому шло и давно ли шло? К этому дело шло, потому что, ты понимаешь, может быть, Филина хотел успокоить публику и дать ему доработать. Нет, это не получится, это Спартак. Все гладко не пройдет, еще играть и играть, честно говоря. Единственное, я тебе на полном серьезе говорю, мне жалко Конова как человека. Хороший мужик. Убежливый, контактный дядька, но он сломался, сломала его систему Спартаковская. Еще и многих эта система поломает, многих, потому что если там люди не понимают, что они творят, только Бог их может рассудить. Я другого не могу сказать. А то, что происходит с командой, это команда Спартак абсолютно неконкурентоспособная. Да, она может где-то на каком-то участке выдать, может быть, хороший матч, может быть, это любая команда может, но не более того. Так оно, в принципе, и получалось. Команда Спартак потихонечку на моих глазах превращалась, ну, я уже говорил, в команду первого дивизиона. А там, пускай болельщики сами решают, с какого места, с первого по пятый или с пятого по десятый. Поэтому я еще раз повторяю, наконец-то Коннов вот из цепи, которые его сжимали, он их разомкнул. И он сейчас спокойно отдохнет, переосмыслит свои футбольные действия, примет какую-нибудь команду и будет тренировать. И еще добьется немало успехов. А как вы думаете, Каррера еще может вернуться, или это ему там дверь в Спартаке закрыта? Кого бы в Спартаке я пригласил, если я был хозяин, конечно, только Каррера, но только надо извиниться перед ним, потому что с ним поступили по-свински. Поступили те люди, которые тянут эту команду в болото. Вот эти люди, засланные казальски, они сделали подлянку. Они выгнали Карреру. Можно много говорить про Карреру, ты понимаешь? Я не говорю, что он выдающий среди, это не в коем случае. Но его можно было потерпеть в годы только из-за того, что он команду привел в чемпионство. Это дураку, ясно. Но только руководство клуба это не поняло. Я понимаю, почему. Я еще раз утверждаю, в команде Спартак официально находятся люди, которые специально команду топят. А кто это люди, не мне решать. Знаешь, как говорят? Прямо создавай какое-нибудь условное уголовное дело футбольное по Спартаку. Ну а кто это, непонятно. Откуда появилась эта непонятная для меня личная фигура Цорн? Что ж ты такого сделал, чтобы тренировать такую великую, с такими великими традициями командами? А если ты только сын Пряткина, ну здесь пускай договаривают люди, которые не дилетанты, которые в футболе разбираются. И так далее. Кто руководит селекцией? Я хотел бы с этим человеком поговорить лично. Ну-ка, парень, ну покажи-ка мне список. Кого ж ты везешь в Спартак, а? Ну мы никогда этого не узнаем. И когда Демарша делают фидуны, которые играющие идет, он встает и уезжает из стадиона, он дает понять. Да пошли вы все. Вы муравьи гребаные. А я фидун. Я что хочу, то ворочу. Если вы хотите какие-то претензии мне предъявить, покупайте у меня команду Спартак. За два с лишним миллиарда. Я ему отдам и решайте вопросы. А болельщикам Спартака, умным болельщикам, я могу только посоветовать терпеть. Терпеть. Может быть, все-таки на нашей стороне будет праздник. Потому что это безобразие когда-нибудь должно будет кончиться. А если не Карлеров, то какие-то другие кандидаты у вас есть? Я не вижу. У меня еще пока проговорка. Вот мне жена дает таблетку от головы, от психушки. Она правильно делает. Потому что со Спартаком можно просто психом стать гребаным. Я не могу на это безобразие смотреть. Ты понимаешь, что я делаю? Ладно. Не могу. Поэтому, конечно, там свои болельщики. Но во всяком случае я обращаюсь к Чедуну. Ну, ты, в конце концов, разберись. Ну, ты разберись, что у тебя происходит. Что у тебя там за такой бордель, да? Вот примерно так. А вам удалось это посмотреть? Матч с Эренбургом фрагментами хотя бы? Я смотрел фрагменты. Я смотрел фрагменты и пришел еще раз к одному. Самому страшному, что мне, конечно, противно. Мне абсолютно команда безразлична к результату. Команда играет как вот... Ты знаешь, где мяч, там и мы. Это чуть-чуть поинтереснее, чем дворовой футбол. Поэтому, ну, что ожидать? Много раз говорил Влад, что футбол играют мастера. Если есть мастера-исполнители, хотя бы два-три, абсолютно другая команда. И смотрится по-другому. А если эти вышли ремесленники, не они виноваты, их купили. Их пригласили. Они не сами пришли, постучали в дверь, им открыли. Нет, их купили, дали хорошие условия. Давай, парень. И он дает, ему надо тоже семью кормить. Но он бездарь. Он бездарь. А раз так, вы вы это делаете сами. Вот я и обращаюсь к команде «Спартак». Ну, какие вы, ребята, мастера? Вы ремесленники. Гребаные ремесленники. Люди, которые... А правильно, они что, каждый выходит болеть и любит «Спартак»? Да ничего подобного. Они, может быть, первый раз узнали, что такая команда есть в «Спартак» в Москве. Ну, там платят бабки хорошие. Все в порядке. Дают личного шофера, личную машину. Дают в аренду квартиру. Что играть-то? Играй. А уж как я буду играть? Ну, вы меня купили, терпите. Вот мы и терпим все вместе. Поэтому вывод объезд для меня давно решен. И еще раз повторяю, до тех пор, пока эта шайка лейкая будет работать в «Спартаке», результата там не будет.